Приветствую, Иллижа, ас-салям, это, говорит, этикет мусульманина. И давать салям друг другу является обязательным ваджи. Если кто-то, говорит, начал с тобой разговаривать без того, чтобы дать салям, не отвечаем. Точно так же салям является некой просьбой разрешения войти. То есть, когда ты хочешь войти, ты говоришь, ас-саляму алейкум, можно я войду? Если тебе дали салям, то становится обязательным тебе ответить на этот салям. За вот эти слова, ас-саляму алейкум, 10 наград человек подостаивает. Если он добавляет, ва рахматуллах и милость Аллаха, то заслуживает 20 наград. Если еще и добавляет, ва баракату, также благословение Аллаха, то заслуживает 30 наград. Так что более достойно? Сказать совершенный, полноценный салям и взять 30 наград. И человек тоже должен будет ответить подобным салямом и полностью эту фразу сказать. То есть, вот этот салям, это приветствие мусульман. То есть, неправильно будет, если мусульманин ходит к мусульманину и заходит и говорит, доброе утро и так далее, добрый день. Нет, он должен салям сначала дать. Дать салям, когда он заходит, дать салям полноценный, когда выходит. Приветствовать свою семью. Некоторые люди заходят в своей семье, к своим детям и даже саляма не дают. Потом говорят, ой, у меня в семье нет бараката, у меня в доме нет бараката. Если ты желаешь бараката, достичь, тогда руководствуется шариатскими вещами. Так же из полноценности саляма пожать друг другу руки. Однако посланник Аллаха саллиллаху алейкулассаллим никогда не пожимал руки женщинам, которые не дозволены для него. Некоторые говорят, ну как, если это женщина в возрасте, чтобы не поздороваться за руку с ней, но это неправильно. Шейк говорит, тот, кто будет искать довольство Всевышнего Аллаха, даже гневя при этом людей, заслужит довольство Аллаха, субханахватали и довольствовать. Мы не можем искать довольство людей, чтобы они были довольны, чтобы мы пожали всем руки и так далее, если за этим следует гнев Аллаха, субханахватали. Так же из этикета, что младший первый отдает салям старшему. Так же тот, кто верхом или же, допустим, в машине едет, должен первый дать салям тому, кто просто идет, чтобы не возвеличиваться над ним. Малая группа людей дает салям большой группе людей. Если, допустим, человек едет в машине и увидел кого-то, допустим, то он просто делает знак и все, ничего не бывает. Это не салям. Или вот так. Это тоже не считается салям. Обязательно должен произнести языком. Даже если он далеко и не слышит, хотя бы сам себе должен сказать саляму алейкум. Второй также должен ответить, даже если далеко не слышит, а алейкум ассаляму. То есть, только лишь указание рукой или что-то недостаточно. Поэтому шейх говорит, братья, мы обязательно должны между друг другом распространять и давать салям, потому что за этим следуют прекрасные плоды. Из них это любовь и сплоченность между друг другом. Иногда говорит, вот мы какую-то сухость между братьями замечаем и так далее. Возможно, по причине того, что вы мало салям друг другу даете.